А сейчас дальше я хочу представить вам Светлану Руссову, генерального директора BestRank. Она будет сегодня рассказывать интересную тему. Вкалывают роботы, а не люди. Автоматизация отдела продаж. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Наша компания специализируется на обучении и мы занимаемся тем, что мы обучаем и консультируем по работе с Bittrex 24. И вот одно из наших направлений, это когда мы помогаем компаниям автоматизировать работу какого-либо из отделов. Сегодня я расскажу пример. На примере одного из кейсов, которые вы будете видеть по скринам, произошел совсем недавно. Компания тоже, как и мы, это наш партнер. Они занимаются обучением, но работают с другой темой. Они работают с обучением и с программированием на блокчейне. И в частности у них есть такие курсы по инвестициям. Давайте посмотрим. Итак, про что мы сегодня будем говорить в первую очередь. О том, что структура продаж в любой компании, она состоит как минимум из трех-четырех этапов. То есть у нас всегда есть привлечение. Когда мы привлекаем клиентов, это традиционно, это маркетинг. Когда мы делаем рекламные компании, когда мы сообщаем рынку о том, что у нас есть что-то новое, что-то интересное. Второй этап, когда клиент уже к нам обратился, то есть у нас с ним уже есть какой-то контакт, есть какое-то взаимодействие. Это этап переговоров. Мы с ним начинаем обсуждать. Как начинаем обсуждать? Зачастую это бывает, что вот он прислал какой-то лид, какую-то заявку, да, и это еще в общем-то не сделка, но он спрашивает, а сколько стоит, а как быстро, а еще что-то, да. И мы уже начинаем с ним вот такое вот обсуждение, переговоры. И следующий этап, допустим, мы договорились, он нам денег заплатил, мы должны ему это продать. Осуществить, собственно, то, что он у нас купил, да, доставить товар, выполнить те услуги, которые мы ему обещали. Вот, то есть это еще один этап сбыт. Следующий момент, это буду говорить в докладе про автоматизацию, то есть как мы можем на каждом этапе автоматизировать свои действия. Сначала про маркетинг, потом про сценарий продаж, да, и дальше как мы можем автоматизировать исполнение обязательств. Моя идея, да, основная, что, когда мы что-то продаем клиентам, то мы, в общем-то, ну, должны как можно меньше тратить времени на физические действия, да, а все, что можно, мы стараемся автоматизировать, мы стараемся это упростить для того, чтобы не повторять, не делать одинаковые рутинные действия. И если я говорю вот на примере курса, да, смотрите, пришел клиент задачи, мне нужно автоматизировать процесс. У них в компании занимается именно процессом продажи, по-моему, два или три человека, то есть у них нет возможности обрабатывать прям огромные массивы вручную, еще что-то. Один из них собственный, который отвечает в том числе за маркетинг, да, и он занимается, ведет все эти инструменты. Что мы ему предлагаем в битрикс24? В первую очередь, что мы автоматизируем? Маркетинг. Начинаем с чего? Вам нужны сайты, да, соответственно, мы предлагаем ему создать, выстроить стратегию, да, и создать необходимые сайты. Как мы это делаем? Первое, мы выделяем признаки клиентов их для того, чтобы создать сегменты. Это очень важно, потому что рекламные кампании, потому что все взаимодействие, переговоры и все остальное очень зависит от того, с кем мы разговариваем. Если брать историю с их обучением, у них есть две больших категории. То, что мы смогли в их существующей базе, да, выделить, да, это вот я дальше покажу, что за категории у нас есть. Что мы сделали? Выделили категории, следующим шагом создали на битрикс24 примеры сайтов. Под разные категории разные сайты, разные немножко офферы, разные предложения, да, мы это делаем. После этого, для того, чтобы привлекать успешно новых клиентов, нам нужно в существующей базе найти и правильно сегментировать вот тех, кто есть. На первом шаге мы это в уме предположили, кто у них есть, а на втором мы перешли к тому, что стали искать способ, как нам вот в их базе клиентов найти именно нужные сегменты. И на третьем запускаем для них рекламную компанию. Пример. Как назад, подскажите мне, пожалуйста. О, спасибо. Вот, пример существующего лендинга, который мы им создали. Дело в том, что мы посмотрели, что у них вся категория клиентов делится на несколько вариантов. Есть клиенты, которые уже имеют свой бизнес, да, они предприниматели, есть клиенты, которые пока не имеют своего бизнеса, они планируют еще какие-то инвестиции, и людям, у них возникают разные вопросы, да, они задают разные вопросы, хотят видеть разную информацию на сайте. Вот мы сделали набор вот таких сайтов, это все делается в Bitrix24 их инструментами. Когда говорю мы, да, имею в виду, что мы научили их собственника, и дальше он делал сам. То есть первый раз мы ему показывали в формате вебинара, как это работает, дальше он порядка пяти сайтов за день сделал самостоятельно, написал как, что, для какой аудитории, что должно работать. Смотрите, какие у них есть клиенты, то есть у них два сегмента, я уже сказала, да, инвесторы, которые еще начинают вкладывать, есть предприниматели, которые уже у них в базе там достаточное время существуют, лучше знают, собственно, школу, да, знают их предложения, поэтому нам важно было их разделить. Мы выделили признаки попадания, то есть что это за признаки? Во-первых, мы по имеющейся базе клиентов сделали рассылку. В рассылке мы делали разные крючки, то есть делали разные предложения и писали, что, например, предложение там для, которое было ближе инвесторам, да, и предложение, которое было ближе предпринимателям. Люди разделились самостоятельно, и, собственно, по клику мы уже дальше могли отследить, кто куда кликнул, соответственно, к той аудитории он относится. Ну и плюс дополнительный признак, у нас была информация о том, какие курсы клиент уже проходил, то есть если он до этого ходил на бесплатные мероприятия, посвященные бизнес-тематике, предпринимательству и так далее, понятно, что он относится к категории предпринимателя. Также был дополнительный сегмент, дополнительный признак для попадания в сегмент, интерес и подписка на определенные каналы либо группы. Собирая все эти данные, сформировали сегменты и отправили им на имейл приглашение. Результат рассылки, да, посмотрите вот сейчас по сегменту инвесторы. Минутка гордости от проделанной работы, то есть вот если оценивать, да, смотрите, что удобно в Bittrex, он сразу нам показывает результат, насколько хорошо в сопоставлении с другими рассылками. 25% среднего хорошо, это очень хорошо. Если разбирать детально, да, много просмотров, 57 просмотров, 14 переходов, это я снимала статистику примерно через день после запуска рассылки, да, чуть меньше суток прошло. И если смотреть дальше, то там сразу же с этой рассылки было три продажи. Хорошо, хорошо, потому что правильно попали в нужный сегмент с нужным сайтом, да, с нужным предложением. Не так хорошо, сейчас, не так хорошо, но тоже неплохо. По второму сегменту, по сегменту инвесторы, простите, по сегменту предпринимателей, не совсем их тема, не всем предпринимателям интересна блокчейн, да, интересна эта тематика. Поэтому здесь 16% просмотрено, 3,7, ну вот 22,5, в общем, хорошо, но бывало и лучше. Вот, то есть, если мы говорим здесь, мы уже получили продажи даже с этого сегмента, даже с той базы, которая у нас уже существовала. На данный момент, кроме времени, которое затратило, владелец на создание сайта и написание текстов, мы пока не проинвестировали сюда больше ничего. Следующий шаг привлечения новых клиентов. Здесь очень просто. Мы отфильтровали в базе CRM наших клиентов по сегментам. Что следующим шагом мы делаем? Мы выгрузили их телефоны и email в отдельный файл. Это штатная опция в битрексе, никакого волшебства. А дальше взяли этот файл и импортировали его в ВКонтакте и в Яндекс.Директ. И поскольку у нас было достаточно много людей уже в этих файлах, там и в предпринимателях было там, по-моему, 1200, в инвесторах было, по-моему, чуть больше, там где-то 1300, вот как-то так. Нам система сразу смогла по look-alike, есть такая технология в рекламе, он ищет похожих. То есть мы говорим, вот у нас вот эти люди уже купили, найди нам таких же. И сами рекламные системы нашли нам похожих клиентов, и мы запустили рекламную кампанию сразу, опять-таки, по двум сегментам. То, что у нас уже сработало, тот сайт, который сработал на предпринимателях, мы запустили для предпринимателей, тот, который сработал на инвесторах, запустили look-alike для инвесторов. Соответственно, результаты по этой рекламной кампании, ну, там было чуть больше касаний, то есть там их ввели еще на бесплатное мероприятие, но тем не менее у нас получилась достаточно хорошая конверсия по регистрации на вот эти бесплатные мероприятия. То есть первый же день, потратив около тысячи рублей, мы получили, сейчас скажу, там 70 с небольшим заявок на бесплатный вебинар. Кто проводил мероприятие, понимает, что это достаточно низкая цена за привлечение. Следующим шагом, что мы делаем? Мы превращаем сценарий продаж в CRM-систему. Что такое сценарий продаж? В своей компании садитесь и с менеджерами проговариваете, как у нас происходят продажи. Причем тут важный момент с менеджерами проговариваете, а не как вы себе это представляете. Потому что как себе представляет там руководитель либо владелец, это иногда отличается от того, что есть в реальности. На практике, когда мы консультируем компанию, говорим, что компания приходит запросом, давайте построим, нам автоматизируем сценарий продаж. И пока рассказывает владелец, это одна картина. Когда мы начинаем приближаться к реальности, когда мы начинаем общаться с менеджерами, это немножечко отличается. Иногда это отличается не немножечко, а очень сильно. Поэтому важно синхронизировать две эти версии. Владелец, он себе не во вред, он себе придумывает так, чтобы это хорошо было для его бизнеса, как он себе это представляет. А менеджер, он тоже себе не враг, он лишнюю работу делать не хочет. Поэтому тут важно найти вот такие вот моменты, такой баланс, чтобы всем было хорошо. И у владельца была полная статистика, и у менеджера не было каких-то двойной работы, лишних действий, еще чего-то. Значит, что важно, если вы сами составляете такой сценарий продаж? Во-первых, сценарий квалификации и скоринга лида. То есть как вы понимаете, что эта заявка вообще стоит тратить на нее время? Что вы оцениваете? Ну, минимальное наличие контактных данных. Если, например, пришла заявка с сайта, где нет ни имени, ни телефона, ни фамилии, ни имейла, и вообще ничего, там только это «пришлите мне что-нибудь и какой-нибудь там без подписи, да, у вас миллионные контракты», либо вы там продаете недвижимость, но вероятность того, что состоится сделка, да, достаточно долго без телефона, если вам клиент не оставляет о себе никакой информации, очень невелика. Скорее всего, кто-то пока мониторит рынок, вы можете попытаться пообщаться, там проверить на адекватность, да, как. Вот эта вот проверка на адекватность и принятие решения «ваш, не ваш клиент», это и есть скоринг. Дальше вы выбираете точку, когда вы конвертируете лид в сделку, либо добавляете его в клиентскую базу. То есть вот этот вот момент, да, что вы должны узнать про клиента, чтобы понять, что вот теперь в базу его кладем. Это наш клиент, будем с ним работать. Потом сценарий процесса продажи. Как происходит, в какой момент мы отправляем договор, в какой момент мы отправляем счет на оплату, когда мы понимаем, что все, клиент наш, подписываем договор, в какой момент у нас проходит согласование договоров между юристами двух компаний. То есть вот эти все вещи важно здесь вытащить и зафиксировать. Ну и обязательно фиксируем, по каким причинам клиент может отказаться от совершения сделки. Вот здесь очень, да, вот посмотрите пример, этапы, какие мы фиксируем. Вот это, да, вижу, что фотографируете, это прям классная идея здесь фотографировать, потому что здесь мы фиксируем, во-первых, какие у нас проходят этапы от заявки до завершения продажи. Очень важно зафиксировать действия менеджера на каждом этапе и какого результата он должен добиться в конце. То есть вот мы сейчас, да, получаем информацию, называется стадия, что делает менеджер, там, звонит, пишет, не знаю, едет на встречу, в каждой компании свое, какой результат хотим получить. Ок, дошли до результата, создан лид и пошли дальше. То есть вот таким образом мы идем по всему сценарию. И здесь очень важный момент, вот смотрите, последний пункт, выявлять отказы как можно раньше. Чем раньше мы поймем, что клиент не наш, тем больше денег мы сэкономим. Обработать базу клиентов вот по этому сценарию, когда это все заведено и настроено, это не сложно. Все, что я показываю, это стандартные возможности Bittrex 24, например, да, если мы используем эту CRM-систему. Но начинать, вот рекомендую с просто таблицы. Не заводите сразу в Bittrex, начните с таблицы, потому что будете переделывать неоднократно. Теперь следующий этап. Настраиваем лиды в CRM. Указываем, соответственно, для лидов, что важно. Автоматизируем сбор заявок, из каких источников мы получаем заявки. Составляем список самих источников, да, его тоже каким-то образом стандартизируем. Конференции, там заявки с сайта, прямая реклама, имейл-рассылка, холодный обзвон. Стандартизируем. Дальше настраиваем карточку лида, составляем статусы для лидов, да, и у нас это уже все было, мы в сценариях-то это уже все проговорили, мы теперь это переносим в Bittrex. Очень важно, создаем шаблоны писем. Экономит время менеджеров, повышает их лояльность к системе, когда им говоришь, не надо каждый раз руками писать одно и то же. Вот тебе волшебная кнопка, даже иной подставлять не надо, выбираешь только отправить. Вот, прекрасно работает. И дальше настраиваем роботов для автоматизации рутинных процессов. Если у вас всегда в ответ на поступление заявки отправляется письмо одинаковое, не мучайте людей, пусть это делает робот. Следующий шаг – настройка сделок в CRM. Здесь то же самое, да, заводим направление, настраиваем карточку сделки, создаем шаблоны писем, настраиваем опять-таки роботов, если у нас, например, при переводе сделки, там, на какой-то уровень всегда отправляется определенное письмо, мы это обязательно делаем. Автоматизируем, настраиваем бизнес-процессы. Что здесь? Напоминание клиенту о том, что он оплатил, не оплатил, еще что-то. Фиксируем, да, автоматизируем, чтобы менеджеру это не нужно было держать в голове, не нужно было напоминать вручную. Следующий момент – исполнение обязательств перед клиентом. С точки зрения продажи, да, автоматизируем работу уже с клиентской базой. Что мы здесь делаем? Во-первых, в карточку контакта и компании добавляем те поля, которые нам упростят сегментацию. Если, например, говорить, вот возвращаясь опять-таки вот к этим курсам, да, мы добавили поле предприниматель либо инвестор, чтобы нам не нужно было каждый раз руками выбирать. Ну, вернее, как мы завели поле тип клиента и сделали там два типа предприниматель-инвестор, соответственно, при определенных действиях клиента мы его фиксируем в определенную категорию. Дальше мы выделяем точки контакта с клиентом после того, как продажа состоялась. Это очень важно, потому что, ну, мы один раз продали, но это же не наша цель, мы же хотим, чтобы клиент был с нами навсегда, да, как можно дольше, потому что мы знаем, что привлечь нового всегда дороже. И мы начинаем выявлять точки, а что еще мы можем предложить. Ну, в примере с учебным центром здесь достаточно просто клиентам всегда есть, что предложить, потому что есть мероприятия, куда их можно пригласить. Есть платные, есть бесплатные, есть какие-то встречи выпускников, там поддержка в чате, еще что-то. В любом бизнесе можно найти еще что-то, чем можно клиентов досопровождать. Как-то раз так сказала, да, мне нашли примеры, где, в чем сложно найти, чем тоже можно досопровождать клиентов, но тем не менее, про, как это, по штурмив, да, мы собственно группой на занятии смогли найти варианты, ну, для большинства бизнесов. Либо иногда, если это не подходит под наш бизнес, мы можем предлагать, соответственно, партнерские какие-то программы, предлагать что-то еще. И здесь важный момент, создали бизнес-процесс, который контролирует взаимодействие с клиентом. Напоминание поздравить с днем рождения, напоминание о том, что после того, как сделка завершена, клиенту нужно перезвонить и что-то ему еще там допредложить. В конце концов, поинтересоваться, все ли у него хорошо, всем ли он доволен, может быть где-то в процессе, вот то, что, да, Николай рассказывал передо мной, когда доставщик стал мешать клиенту и преследовать там, да, клиентку. И получается, если мы ставим у себя, что это обязательный процесс, когда мы перезваниваем и спрашиваем, все ли у вас в порядке, мы узнаем об этом раньше, до того, как клиент пожаловался. Если мы узнали об этом раньше, до того, как клиент пожаловался и смогли это исправить, это наш клиент, он нас будет долго ценить, любить и уважать. Да, поэтому ставим в бизнес-процесс. И напоминалочку эту, что самое главное, ставим в бизнес-процесс для того, чтобы не было вот этой задачи, что менеджер ходит и вспоминает, кому бы мне сегодня позвонить. Вот помнится, там недели две назад, вроде как сделка закрылась, потом открывает СРМ, да, сделка закрылась уже почти месяц назад и звонить уже надо совершенно с другими словами, с другой мотивацией. Поэтому здесь все автоматизируем, все напоминания. И настройка карточки клиента. Что здесь? Добавили поля, которые нужны в первую очередь. Вот смотрите, здесь в принципе все про две вещи. Бизнес-процессы и отчеты. Ну, читать не буду, да, бессмысленно, все с экрана могут прочитать, но основная мысль, что мы здесь сделали. Мы создали поля, которые фиксируются, показатели для отчетов, и создали отдельно поля, в которые фиксируется все, что нам нужно для выполнения вот этих бизнес-процессов, для их автоматизации. Добавили поля, ну и понятно то, что для сегментов, да, то, что я уже сказала. И вот здесь, обратите внимание опять на последний пункт важный, мы расширили стадии сделки. То есть сделка у нас не заканчивается на шаге, что провели обучение, все счастливы. Нет, сделка продлевается, пока пройдут закрывающие документы, пока с клиента будет получена какая-то обратная связь, отзыв, еще что-то, пока будет принято решение, что делать с ним дальше. Поэтому это важный тоже такой момент, да, что мы продлеваем стадии сделки. Собственно, моя такая, ну, главная мысль доклада, что роботы не могут заменить людей только там, где нужно принимать решения, только там, где нужен интеллект. Там, где есть рутина, роботы прекрасно сейчас нас могут заменить. И это прям очень хорошо, если они нас здесь заменят. Поэтому все типовое, призывая автоматизировать, благо инструменты сейчас уже есть, и современные технологии это позволяют. Спасибо за ваше внимание. Светлана, спасибо большое.